Здравствуйте! Обо всем, чем запомнится предновогодняя среда 24 декабря, вы узнаете в эфире программы «Панорама Севера». С вами я, ее ведущая Валерия Пуменова. От наших коллег из города Мирный пришел сюжет запуска российской ракеты-носителя «Ангара-А5». Напомним, первый запуск «Ангары» состоялся 23 декабря в 8 часов 57 минут по московскому времени. Воспользуемся возможностью глазами очевидцев посмотреть, как это было. Первый испытательный запуск новой российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» произведен боевым расчетом войск Воздушно-космической обороны с космодрома «Аплесецк». В режиме видеоконференции наблюдал за ним Владимир Путин. «Ангара-А5» полностью российская. Здесь применены самые передовые технологии. С помощью ракеты-носителя можно гарантированно выводить на любые орбиты действующие эспективные космические аппараты, как военного, так и научного назначения. Старт состоялся в расчетное время и прошел в штатном режиме. Через 12 минут после запуска третьей ступени ракеты делился головной блок. Ступени ракеты упали в специально отведенных районах. Весь боевой расчет, генеральный конструктор, руководители космической отрасли, космической отрасли, министерство обороны, вы сделали сегодня то, о чем будет гордиться вся страна. И никто никогда не посмеет сделать так, чтобы наша великая Россия на кого-то оглядывалась. Такого не будет никогда. Ангара – это ракета, запущенная сегодня. Это новая эпоха в развитии космонавтов. И сделали это вы. Поэтому огромное всем большое спасибо. Ангара – это новое поколение ракетоносителей на основе уникального модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Работы над ней ведутся с 1995 года. Программа испытаний предусматривает 10 стартов. Первые два – с макетами, остальные – с реальными космическими аппаратами. Такой запуск намечен на 2016-2017 годы. Мэр Архангельска Виктор Павленко поздравил с Новым годом председателей городских ветеранских организаций. На встрече градоначальник также поблагодарил всех за совместную работу, проделанную в выходящем году. Подробности в сюжете Надежды Лебедевой. Для ветеранов активно участвовать в судьбе своего района и Архангельска в целом – это образ жизни. Вот и сегодня на встрече с мэром обсуждали работу и общественного транспорта, и реформы водоканала, и строительство социального жилья. Председатели Советов ветеранов в курсе всех городских проблем и принимают активное участие в их решении. Встреча с мэром всегда доставляет нам большое удовлетворение, потому что мы получаем ответы на многие вопросы. И вообще мы, мэр, уже как-то мы вошли в привычку, что мэр с нами достаточно откровенен и делится теми тоже наболевшими проблемами, которые его тоже беспокоят. У нас тоже это вызывает и искреннее уважение, и доверие к нему. Мы очень надеемся, и мы с таким чувством удовлетворения услышали, что он все же остается у нас хотя бы до марта 2016 года. И мы надеемся, что в 2015 году наше сотрудничество и с мэром, и вообще с мэрией будет такой же эффективной. Это первый мэр, который знает нас всех в лицо, по имени отчеству и знает о наших проблемах. То есть очень приятно, что такой мэр у нас есть. Такие встречи председателей Советов ветеранов и мэра города стали традиционными. Сегодняшняя длилась почти два часа. Мне прежде всего хотелось поблагодарить за огромнейшую работу, которую делает наша ветеранская городская организация. Действительно, это самая активная часть нашего населения. И очень приятно, что, конечно, ветеранская организация прежде всего решает вопросы социальной защиты самих ветеранов. Но приятно, что они являются, можно сказать, нашими полпредами на территориях и решают вопросы и других категорий населения. И даже молодежь обращается, видя вот такую активность наших ветеранов. С удовольствием поздравляю всех наших ветеранов, всех горожан с наступающим Новым годом. Екатерина Грицыенко, Надежда Лебедева, Руслан Симушин. Панорама Севера. Новый год принято считать семейным праздником. Очень важно, чтобы в эту пору воспитанники детских домов не чувствовали себя обделенными вниманием. Член Совета Федерации от Архангельской области Константин Добрынин посетил Новодвинский детский дом-интернат. Эти особенные ребята, чья жизнь омрачена болезнью, радостно встретили гостей. Ребятишек Новодвинского дома-интерната наша съемочная группа застала за приятным времяпрепровождением. Здесь вовсю идет чаепитие с гостинцами от сенатора Константина Добрынина. Большое спасибо сенатору Добрынину Константину Эдуардовичу, который посетил наш детский дом. Он помогает нам уже не первый раз. В прошлом году он к нам приезжал. Кроме того, что он привез подарки многочисленные нашим детям, он помогает нам решить какие-то проблемы наши жизненные, серьезные проблемы. Кстати, теперь кандидатура Константина Добрынина включена в состав попечительского совета Новодвинского дома-интерната для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии. Я считаю, что это вообще правильный момент, когда там публичные люди, публичные политики, они входят в такие структуры, потому что это помогает какие-то вопросы иногда, и не очень сложно решать быстрее. Плюс они задали мне несколько профессиональных тем для обсуждения, и некоторые из этих вещей я буду обсуждать у вице-премьера Ольги Голодец, которые я иду на совещание для обсуждения нашего законопроекта, который касается реформы Института опеки и попечительства. Кураторство над детьми с такой непростой судьбой – особый долг и особая ответственность. Из 230 ребят, живущих в интернате, больше ста находятся без попечения родителей. А из-за серьезных болезней их детство уже никогда не станет беззаботным. Вот почему интернату особенно нужны постоянные и верные друзья. И все же в своем ожидании зимней сказки эти дети ничем не отличаются от остальных. Как и другие ребятишки, они точно знают, почему Новый год – это самый главный праздник. Потому что в Новый год сбываются мечты, Дедушка Мороз приходит. В незатейливых мечтах ребятишек отражается целая жизнь. И сделать эту жизнь немного праздничнее и ярче может каждый из нас. Екатерина Грициенко, Алексей Шершов, Панорама Севера. Талантливое будущее России в Архангельске. Столица Поморья стала местом проведения одноименного форума. В день его открытия были награждены победители муниципального этапа Всероссийской школьной олимпиады, а также призеры конкурса «Виртуальная школа». Девятиклассница из третьей Архангельской гимназии Марина Бахтина в этом году стала лучшей сразу в двух предметных олимпиадах. По литературе и по мировой художественной культуре. За ее успехом стоит большой труд. Много лет работы, чтения, подготовки к олимпиадам, отзывы, анализы, прозы, стихотворения. Сначала, конечно, не получалось, но сейчас более-менее. Даниил Горбунов из школы номер 55 стал одним из победителей конкурса «Виртуальная школа». Он придумал и создал компьютерную военно-патриотическую игру, посвященную 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Сюжет игры таков, что игрок, отвечая на вопросы, должен продвигать вверху экрана красноармейца, бегущего к Рейхстагу. То есть при правильном ответе на вопрос красноармеец делает один шаг, а при неправильном он стоит. Традиции чествовать от имени города тех, кого называют гордостью школы, уже более 10 лет. Подведение итогов года и чествование лучших детей, лучших педагогов, лучших тренеров, лучших преподавателей школы искусств – это очень хорошая и добрая традиция в нашем городе. И вот сегодня мы на мероприятии показали, что Архангельск гордится победителями муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Впереди у ребят участие в областных и федеральных олимпиадах. На которых архангельские школьники выступают не менее успешно. Елена Матвеева, Надежда Лебедева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Готовится к окончанию 2014 года и в четвертой исправительной колонии города Котласа. Каждые шесть месяцев там проходит собрание и попечительского совета учреждения. В этот раз на заседании подвели итоги года уходящего, поставили задачи на 2015 и обсудили проблемы, которые кочуют из года в год. Материал наших котласских коллег. В начале встречи был представлен новый руководитель ИК-4. Владимир Зинин. 15 лет. Работает в федеральной системе исполнения наказания. До перевода на новую должность трудился замполитом в Коряжемской колонии. За три месяца, именно столько Зинин возглавляет четверку, он успел детально вникнуть в специфику учреждения. И на попечительском совете отчитался о его работе в текущем году. Главная задача колонии даже не содержание заключенных, а их перевоспитание. Идет этот процесс сложно, ведь режим в колонии строгий. В ней отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные уже неоднократно. И многие осужденные менять криминальный образ жизни не собираются. За истекший период 2014 года в учреждении проведено множество мероприятий, направленных на воспитание осужденных. Это зимнее первенство среди осужденных по мини-футболу, турниры по шахматам, шашках, настольному теннису, бильярду, нардам, настольному футболу. С целью привлечения осужденных к творческой работе в учреждении организована кружковая работа. Основное средство перевоспитания осужденных – их трудоустройство. Из 930 человек, отбывающих наказание, на различных производствах колонии работает половина. Что касается проблем, то в колонии они в основном коммунальные. Большие трудности возникают из-за ветхости канализации и системы водоснабжения. Для поиска совместного решения, как минимум, в плане ремонта водопровода, Андрей Бральнин порекомендовал обратиться к руководителю горводоканала. Если сторонам не получится найти выход, то к решению проблемы подключится начальник управления городского хозяйства Алексей Норицын. Первые месяцы 2015 года продукты на прилавках магазинов России подорожают в среднем на 14-15%. Такие цифры озвучили в ассоциации компаний розничной торговли. Люди спешат делать покупки от соли и сахара до бытовой техники. Каковы настроения арханглагородцев? Узнаем в рубрике «Вопрос дня». Дергаться совершенно бесполезно. А скупать три телевизора, пять телевизоров, в каждой комнате, в туалете телевизор – смысла никакого нет. Если беречь деньги, так надо было беречь раньше их, а не сейчас. Сейчас бесполезно что-то сберегать уже. Я ничего не скупаю, не паникую, потому что больших денежных средств не имею, поэтому что мне паниковать. Я думаю, паникуют прежде всего те, у кого есть сбережения на счетах, поэтому они паникуют. У меня таких больших сбережений нет, к сожалению. Поэтому жду, что будет. Конечно, хочется надеяться на лучшее. Я не смотрю телевизор, поэтому я общей панике не поддаюсь. В магазины в большие тоже не ходила, поэтому нормально. Я не переживаю. Больших запасов денег у меня нет, может, из-за этого мне спокойно. Нам ничего не надо. Мы уже прожили свою жизнь и все. Зачем? Мы, например, не бегаем, не ходим, не тратимся. У нас есть то, что есть, мы теми пользуемся. Вы знаете, у нас просто нет лишних денег, чтобы что-то скупать. Поэтому как есть, так и есть. Все остается. Мы живем на пенсию, так что у нас лишних денег нет. Коротко о главном. Таков девиз новостного информационного дайджеста и информации, которую вы узнаете прямо сейчас. В Архангельской области продолжается реализация программ по поддержке многодетных семей. Из регионального бюджета на эти цели выделяется порядка 400 миллионов рублей, благодаря чему ежемесячные социальные выплаты получают более 2800 многодетных семей. 10 лучших спортсменов и 10 заслуженных тренеров стали призерами конкурса «Спортивная звезда Беломория». Отмечены те, кто в уходящем году добились высоких спортивных результатов. Среди номинаций «Инвалидный спорт», «Спортивный резерв» и «Открытие года». Фестиваль снежных фигур. Праздник, который в Архангельске уже стал замечательной зимней традицией. В участие приглашаются команды от трех до десяти человек. Все желающие могут подать заявку и зарегистрироваться. Конкурс будет проводиться в два этапа – создание стилиза будущей композиции и непосредственное воплощение задумки в жизнь. С нежной импровизации на тему «Символ Нового года» 5 января появится в сквере «Увечного огня» рядом с кинотеатром «Мир». Кроме того, в программе «Уличные игры», «Ярмарка», «Спортивные состязания» и «Шоу-программа». Далее посмотрим на новости глазами печатных изданий. Никому не нужны местечковые конфликты. Статья с говорящим названием посвящена социальному самочувствию региона. Журналисты «Правды Севера» побеседовали с заместителем губернатора Архангельской области по региональной политике Сергеем Ковалевым. Конечно же, газета не могла обойти вниманием тему финансовых потрясений последнего времени. Как обстоят дела в сфере розничной торговли? Какие последствия стоит ожидать от рублево-валютных скачек на биржах? Ответы на эти насущные вопросы на страницах «Правды Севера». Статья, кстати, называется «Вполне оптимистично. Значит, у людей есть деньги». В Архангельске снова займутся чудом деторождения. Северянкам с диагнозом «бесплодие» больше нет нужды ехать на лечение в столичные города. Скоро в столице Поморья откроется свой центр экстракорпорального оплодотворения, где обещают помогать как при женском, так и тяжелом мужском бесплодии. Подробности в интервью с доктором медицинских наук, профессором кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии СГМУ, главным врачом центра ЭКО Юрием Агафоновым. Также на страницах издания вы сможете узнать о громких делах, удивительных приговорах и арестованных поросятах. Правда, Севера традиционно подводит итоги уходящего года. Вот и рубрика «Законы мы» решила не нарушать установленный порядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова могут получить социальные талоны. Что Архангельск стал бронзовым призером Всероссийского конкурса городов России, дети разные важны. Эту награду мэру Виктору Павленко вручили на церемонии в Совете Федерации. К чему приведет сокращение Архангельску субвенции из областного бюджета на приобретение жилья для детей-сирот в 2015 году. Начальник отдела демографии и семейной политики мэрии Архангельска Ольга Рыкалова рассказывает о работе муниципалитета по поддержке горожан с ограниченными возможностями здоровья. О спортивных итогах и перспективах на 2015-й говорит начальник городского управления по физической культуре и спорту Андрей Гибадуллин. В материале «Я верю в Россию» вы прочитаете о Ксении Петровне Гемп, 120-летие со дня рождения которой отмечали на минувшей неделе, и ее необычной судьбе. Газета публикует телепрограмму, муниципальную афишу, гороскоп и страницу поздравлений. Газета «Архангельск. Город воинской славы». Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем. Дети всегда с нетерпением ждут Новый год. И первые елки в Архангельске уже начались. А одна из них – встреча с праздником в Северном хоре. Закружилась в новогоднем хороводе и Инга Швецова. В ожидании чуда, сказки и новогоднего волшебства десятки юных архангелогородцев собрались у здания Северного хора. И даже по-настоящему декабрьская морозная погода их не испугала. Для артистов хора проведение новогодних мероприятий – традиция ежегодная. А вот представление на свежем воздухе они дают впервые. Мы очень трепетно к этому относимся, постоянно волнуемся, но своими силами стараемся сделать сказку как можно красивой, яркой, оригинальной. Ну, сами понимаете, Новый год, мы все время ждем каких-то праздников, какого-то огромного праздника, подарков красивых, то есть волшебства. Это волшебство подарит. Ну, а какой же новогодний праздник без главного символа – Деда Мороза? Даже дети устали ждать и в один голос стали звать волшебного старика. Дед Мороз! И чудо случилось. С появлением сказочного персонажа смех и веселье закружили в радостном хороводе детей и взрослых. Для Ани Воронцовой этот день стал особенным вдвойне. Девочка повесила на двухметровую зеленую красавицу игрушку, которую сделала своими руками. Мне очень понравилось, когда приехал Дед Мороз. Это был самый замечательный подарок от хора. И когда мы водили хоровод вокруг елки, это была открыта фантазия. Просто было много чудес. И как будто бы все мечты начнутся сбываться после этого праздника. В течение нескольких недель зеленый символ Нового года будет радовать горожан и заряжать всех волшебным настроением. И еще не раз соберет вокруг себя немало счастливых лиц. Ведь впереди новогодняя ночь и рождественские праздники. Инга Швецова, Евгений Зыков, Панорама Севера. Продолжаются игры суперлиди чемпионата страны по хатею с мячом. В столице Татарстана архангельский водник встретился с местным «Динамо». О результатах льдовой схватки узнаем из следующего сюжета. В первой половине встречи успех сопутствовал преимущественно хозяевам льда. Счет они открыли уже на 10-й минуте. А на 25-й реализовали пенальти ворота водника. Под конец первого тайма желто-зеленые смогли сократить разрыв в счете. Мяч у «Динамовцам» был забит с углового. Расклад сил во втором тайме также был на стороне «Динамовцев». О чем говорит и итог встречи 3-2 в пользу казанской команды. Следующий и последний в этом году матч водник проведет в Ульяновской области 26 декабря. Соперником поморской дружины станет местная «Волга». В Новодвинске дан старт лыжному сезону. На трассу в городском партии вышли 79 спортсменов из Новодвинска, Архангельска и Северодвинска. Подробности у телеканала Норд-ТВ. Прекрасная погода и отличное настроение участников превратили лыжные соревнования в праздник спорта. Гонка проходила в классическом стиле. У нас три забега соревнуются юноши-девушки, юниорки-юниоры, мужчины-женщины. Круги по полтора километра. Девочки и мальчики у нас полтора километра бегут, то есть круг. Средний возраст у нас бегут три километра, то есть два круга. И четыре с половиной, соответственно, три круга бегут. Трасса, я считаю, что не очень сложная. Периметр нашего парка городского на реке Северная Двина. Для открытия сезона это нормально, хорошо. По достоинству трассу оценили и спортсмены из Архангельска. Посмотрели трассу. Трасса отличная. Снегу нападал. Приятно очень. Давно ждали, когда снег выпадет, чтобы уже классикой понарезанный покататься. Жидаем старта. Через 10 минут стартуем. Участников соревнований могло быть и больше. Закон о физической культуре и спорту предполагает наличие у спортсменов справки о состоянии здоровья. Поэтому не все желающие смогли выйти на старт. В заявках обязательно должен быть допуск врача. В этом допуске говорится, что спортсмен допущен врачом спортивной медицины до соревнований. Если же он допущен. Это не мы придумали. Это о федеральном законе о физической культуре и спорта, который идет с 2010 года. Но несмотря на это, болельщики и участники остались довольны. Лужья прекрасна. Мне хватит тоже. Спасибо организаторам. Я занимаюсь второй год. Лыжи мне очень нравятся. И спасибо Николаеву, что он меня заметил и взял лыжи. Потому что я понимала, что лыжи для меня теперь все. Во всех забегах золото взяли спортсмены из Архангельска. Среди новодвинцев лучшими стали. Вячеслав Кокшаров, Матвей Хухрин, Влада Деньгина, Елена Паршина, Олеся Адамец. Из рубрики «Открытый город» узнаем расписание прямых трансляций телеканала ПС. 5 декабря в 18.30 смотрите прямую трансляцию «Вечера при свечах». В этом году рождественский концерт откроет кофейная кантата Баха. Шутливая мини-опера подарит задорное праздничное настроение. А во втором отделении прозвучит музыка, звуки которой у всех ассоциируются с Новым годом. 26 декабря во Дворце детского и юношеского творчества станет реальностью новогодняя сказка. В программе выступление гимнастов шоу-группы «Феерия» и школы восточного танца. 27 декабря в детско-юношеской спортивной школе «Каскад» разразится нешуточная битва. Пройдут финальные бои чемпионата города по боксу. Смотрите прямую трансляцию схватки и награждение победителей. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639 720. Информацию о курсе валют на 25 декабря можно назвать положительной. Рубль чуть вырос к бивалютной корзине. По данным Центробанка России, курс доллара на 25 декабря понизился до 54 рублей 49 копеек. Курс евро составляет 66 рублей 40 копеек. С вами были новости телеканала ПС и я Валерия Пуминова. Далее в центре внимания беседы с председателем областной организации профсоюзов Александром Сафтлиным. Я же прощаюсь с вами и желаю предновогоднего настроения. 25 декабря на территории Архангельской области ожидается пасмурная погода, временами небольшой снег. В Вильске 11 градусов мороза, в Котласе немного холоднее, минус 12-14. В Мирном термометре покажут 11-13 градусов ниже нуля. В Новодвинске чуть теплее, минус 10. В Архангельске утром 11 градусов мороза, днем воздух прогреется до минус 9, а в вечерние часы температура воздуха составит 8 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова